Всем привет! Это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня 10 июня, четверг. Сразу хочу рассказать, чем мы в этом выпуске будем заниматься. Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Я работаю примерно вот так по городу. Но это большинство дней я так работаю. Иногда, конечно, бывает по-разному пойдет. Но вот вчера прям четкий день. Я старался максимально держаться в этом секторе. И, как видите, у меня получалось. Километров мы за вчера накатали 229. Расход, насколько я помню, 8,6 был средним. В деньгах у нас получилось, сейчас я найду вот это вот, 9 число, 108 рублей. Ну и 25 заказов. Сейчас я посчитаю, сколько я потратил на топливо и расскажу вам, что хочу сделать сегодня. Значит, бензина мы потратили, ну, почти 20 литров. Умножить на 1,96. Да, бензин приближается к 2 рублям. Это 38 рублей мы потратили на топливо. Отнимем 100, сколько я там говорил, 108. Получается, ну, округлим 70 рублей. То есть мы вчера катались 11 часов, и у нас получилось заработать только 70 рублей. При этом я максимально старался держаться в кэфе. Но он там был плюс 1, плюс 2. С утреца только, по-моему, я плюс 5 поймал. А так в течение дня иногда прилетали. В зонах постоянно катался. Утро и чуть-чуть вечер захватил. Старался не брать дальние поездки, долгие поездки. У меня за вчера, наверное, ну, 2 получилось поездки. Где-то в районе 10 километров. 11, 10, там что-то такое. Остальные все меньше 10 были. Вот, и сегодня я хочу попробовать брать все подряд заказы. Я не знаю, куда меня занесет. Возможно, за город. Ну, поедем, значит, за город. Направление мы ставить не будем. Просто выходим на линию. Ну, и, соответственно, обнуляем наши показатели на ноль. Что прилетит, то прилетит. Ну, единственная оговорка, это все-таки, ну, там, я не знаю, собак я возить не буду. Неадекватов возить не буду. Ну, а так, по возможности, все подряд. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Что-то у нас тут никакой информации. Вроде как должно отображаться что-то, или я ошибаюсь. Вчера просто Яндекс очень сильно не работал, я бы так сказал. Под вечер получилось так, что выбрасывало всех с линии. Заказы не прилетали, а пропускались автоматически. Видимо, сегодня такая же история. Ошибка при загрузке. А что не так? Вот и поработали. Так, ладно, сейчас я попробую что-нибудь перезагрузить. А, я, кажется, понял, в чем проблема. Я случайно кнопочку на камере нажал Wi-Fi, и камера подключилась к телефону. То есть, получается, без интернета мы были. Все, вот теперь на линию. Только наговариваю на Яндекс, да? Ну, вот, собственно, и заказ. Он осимашка. Он плюс 4 был. Отлично. Погнали, первый заказ пошел. А смысл этого эксперимента, собственно, в чем? Может, не стоит сопротивляться, может, просто возить все подряд. Я хочу посмотреть, увеличится ли километраж относительно пробега. То есть, у нас, грубо говоря, за вчерашний день 1 к 2 пробег и к сумме по таксометру. Вот я хочу посмотреть, увеличится ли пробег сегодня. Примерно такую же сумму постараюсь сделать. И посмотрим расход. Может, я все неправильно делаю, то, что фильтрую заказы. Тут же следующий заказ прилетел. Ну, вот такой, на 940 метров. Это мне вот здесь забрать и сюда отвезти. Странный немножко. Но он как бы рядом тут. И, блин, не успел посмотреть, сколько там плюс 2, что ли, было. За углом где-то. А пешком, да кто-то вообще через врата и пошел. Ну, да. Ворота, наверное. Не, ну, там еще идти-идти. Я еще не буду ворота и идти открывать. Или что? Звонок или открываться. В замке висишь? Да, мы пришли сюда, мы приехали. Ну, бля, куселый заказик. И, кстати, прилетел следующий. И в этот, в Боровляны. А, открыто. Там только видимость была, что там на заводе. Ну, когда мне сказали, едь, все закрыто. Да вы ничего себе, как не ехать. С какой-то стороны. Да, надо сюда, вы видите. Сюда? Да, это парники туда входят. Ну, вот, выполнили. 7 рублей. Ну, вот ситуация. Вот этот я бы заказ точно пропустил. Смотрите. 36 километров по Кольцевой или 23. И в самые Боровляны. Это вот сейчас нам предстоит такой путь. Поедем. Посмотрим, что из этого выйдет. Это третий заказ по счетам. Посмотрите, вот эти ворота были закрыты. Может, ради приличия закрыть их, как думаете? Давайте прикроем. А то как-то некрасиво получается. У нас все что-то открыто. О, красота. Итог у нас получился. 41 минута. 19 рублей и 20 копеек. И проехали мы 40 километров. По Кольцевой мы поехали. Как мне многие советуют, по Кольцевой же там расход меньше, правильно? И без пробочек быстро. Ну, там все равно заторчик был. Ну, ладно. Далее. Прикол. У нас тут по цепочке из Боровлян прилетел заказ с платной подачей. Плюс 3. То есть он где-то тут. И я не знаю, куда. Там было типа номер трассы был написан. Все. Сейчас я гляну. А, вот. Получается забрать из соседнего поселка. А поедем М3, написано. А, ну в город куда-то. Он здесь на развязке. Остановка какая-то. Ладно. Что же делать? Едем дальше. А расход, кстати, ну да, меньше. 6,5. Ну, это еще не показатель. У нас еще только начало дня. Посмотрим, что в конце будет. Просто из этих 19, ну, я знаете, как обычно. Ну, допустим, 20. Я обычно считаю, чтобы так там не высчитывать. Я просто пополам делю получившуюся сумму. К примеру, 20 разделить пополам. 10 рублей мы заработали. Потому что там 40 почти процентов забирает парк Яндекс. Что-то идет на пенс, там амортизация и так далее. Если все посчитать, мне кажется, пополам как раз будут. То есть за 40 километров мы 10 рублей, получается, заработали. И мне кажется, ну, если бы я пару заказов из зоны выцепил по каких-нибудь там 10-15 рублей, то километров я бы меньше проехал, а заработал бы столько же, либо больше. Доброе утро. У вас написано М3. Да, 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 на самомалке на парад. А, перед связочкой для нас. Хорошо. На автобусной остановке, с правой стороны остановимся. Как? За мелкие плитки. На остановке. Здесь, здесь, здесь на остановке. А! Извините, я думал там. Что, Мурт, давай начинай. Давай. Не понял, на какой. А закройте дверцу нормальную. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Хорошего дня. Получилось 10.60. Это было с платной подачей плюс 3. Такие, знаете, ароматные ребята попались. Чем пахли? Тяжелым физическим трудом они пахли. Ну и в сторону города ездим. Пока у нас ничего не прилетело. Тут какой-то коэффициент берет. Чуть-чуть мы до города не доехали. Тут вот эта Заславская трасса была. Вот там сзади мост, который... Ну, видимо, до перекрестка где-нибудь тут на Логойском встанем. Если ничего не прилетит по пути. Проехал перекресток и прилетел заказ. Просто офигенно, как всегда. Ладно. Сейчас мы где-нибудь тут развернемся. Стоял же на перекрестке. Чего он сразу не прилетел, а? А поедем мы в копище. Вот так вот, 6,3 километра. И он был плюс 2. О, добрались. Очередные у нас 10 рублей. Далеко мы не отъехали. Чего у нас тут? Плюс один комфорт. Какой-то вот такой вот заказ. Сейчас, знаете, что вспомнилось, как я начинал работать. Тогда тоже все подряд брал. Не знал, где хорошо идут заказы, где плохо. Куда там, к черту на рога? Поехали. Ну вот и сейчас так катаем. Коротенький заказик был. Это хорошо. Но прилетел следующий. Смотрите куда. В чижовку. Из Уручья в Чижовочку. Вот так вот, 16 километров, опять по Кольцевой поедем. Ну давайте поедем, посмотрим, что там в Чижовке. Я сегодня, наверное, побываю во всех злачных районах. Ну, проехать 300 метров. По цепочке прилетел. Я вот только подъехал, сразу заказ был. И он плюс 4. Поедем в центр. Ну вот такая поездочка будет. На 12 километров 20 минут. Доброе утро. Что вам через Кольцевую показывает? Нормально? Через Зла что? Ага. Да. Да? Хорошо. Все нормально. Да? Да. До свидания. Сделал я этот заказ в центре вот на Кирова. Оказалось, он там Кирова. Там независимости. Прилетал по цепочке заказ, но его отменили. Вот. Вот такие заказы я брать не буду. Чисто потому, что это вокзал. Потому что вот здесь останавливаться нельзя. Вот это, наверное, единственный, который я буду пропускать. И я хотел показать. Прилетал заказ. Так. Так, у нас выполнен вот этот. Но его пассажир сам отменил. Почему, непонятно. Честно, я не отменял. Я его принял. Он, в принципе, нормально. На Бобруйской 15. Здесь на углу можно подобрать спокойно. Что им долго ждать, наверное. Может. О, мы даже в зоне какой-то оказались. 7 рублей. Блин, опять вокзал. Мне уже даже не столько интересно, куда мы поедем, чем откуда. ЖК-плюс прилетел, прикиньте. Такой вот заказ на полтора километра. Скажите, пожалуйста, денег-то что, нули отрезали? Вроде как мы раньше были. А, да. Я уже забыл про это. Сколько уже, наверное, года 4 прошло. А, года 4. Да, нули отрезали. 4.0 убрали. А, 4. Не 6. Нет, 4. То есть, если было... А, что помнишь, раньше все в миллионах. Да, то есть, если раньше было 10 тысяч, то теперь это 1 рубль. А потом и поднялись? Да, конечно, поднялись. Как-то незаметно по копеечке. Все подорожало, конечно. Все равно. Спасибо большое. Так как негде здесь остановиться, везде запрещено, поэтому... Крадемся мы в сторону Чекалова. Я вот думал, на Держинского свернуть или в сторону Чекалова. 4 шел по прямой. Ребят, хочу напомнить. Есть СТО на Старовилинской, 125. Здесь внизу телефончик-адрес. Там отличные мастера и адекватные цены. По секрету вам скажу. Если скажете пароль магистраль жизни, вашей проблемой займутся вне очереди. О, проспект Мира, Филимонова. Едем, конечно. Да, теперь в Минске есть проспект Мира. Это вот здесь новый райончик, Минск-Мир. Вот здесь вот. И оттуда уже начали заказы поступать. Добрый. А вы курите, нет? Добрый. Нет, не курю. Не будем жигалки? Нет. Я думал, вы мимо проходящие. Способ оплаты изменен на наличные. Не знаю, что-то у вас с карточками. Оплата наличными 6,60 есть? Фу. Нет. А? Сейчас карты на карту. Ну попробуй. А у вас на iPhone нет зарядки? На iPhone нет. Ну если провод есть, могу провод подключить. Заказ будет оплачен картой. И когда в пробку подали на эту улицу? Да, периодически. Ну не в пробку. Я по этой улице часто езжу. Я как-то стоял здесь, но сейчас. Там уже машины стоят. Ну, тоже бывало так пару ситуаций. Наверное, максимум не знаю. Минут 5-10 можно поставить. Просто все вам повыходили друг на друга смотрят. Я оттуда выезжаю. Оттуда кричат, оттуда кричат. Я так подозреваю здесь. Это поликлиник не стоит. Это же нет такое. Вот так вот стоите. Пописать. Хорошо. Все, спасибо большое. Хорошо, нет. Да у вас? Нет, нет. На Платонова мы оказались. Ну, в данном случае сейчас мы на Гекало переехали. Я тут местечко нашел, где встать. Но заказы просто без остановочки летели. Хоть передышку какую-то сделать. Здесь обычно заказов мало. Я сдвигаюсь куда-нибудь. Ну, вот сюда, на Шурганово, Леониде, до беды. Я вот только хочу встать так, чтобы не мешать никому. Вот сейчас начнется. Остановишься, и сразу будут выезжать. Какие-нибудь товарищи припаркованные, например. Ну, пока норм по верхней планке. Ну, вот видите, все равно кому-то помешал он там, чуваку. Пришлось отъезжать. Короче, пока, пока нормально. По верхней планочке, это там было на половине. Я долил, оно стало по верхней. То есть, опять кому-то мешать буду. Вот, например, вот этому мазику. Ладно, давайте двигаться куда-нибудь дальше. То есть, на мой взгляд, пока двигатель работает хорошо. Как дальше будет, посмотрим. Еще хочу рассказать вам про одну группу. Называется она «Магистраль жизни». Вот здесь внизу написано, ссылка в описании. А вы про какую думали? Группа создана для общения. Поэтому, адекватные заходите. Неадекватных, прошу сразу. Даже не лезьте туда. Как показывает моя личная статистика, каждый десятый из группы вылетает. В группе есть правила. Они очень просты. Многие заходят, их даже не читают. Там всего лишь три правила. Не убей, не укради, не возжелай жену. Соседа своего нет. Подождите, это не то. Сейчас вспомню, что там написано. Ну, те правила тоже подходят. Значит, чего у нас тут написано? Уважительное отношение ко всем участникам группы. Нераспространение запрещенных материалов. Что это такое? Я думаю, вы сами догадываетесь. То, что в интернете запрещено, распространяют. Запрещенные сайты, каналы и так далее. Но это регулирует наше государство. Что можно, что нельзя. И третье правило. За рекламу. За рекламу вылетают сразу с группы. Такое очень часто. Не важно, что вы рекламируете. Есть адекватные люди, которые в личку спросят. Можно ли я кину там пост такой-то такой? Без вопросов. Я практически всегда согласен. Но есть особо хитрожопые, которые думают, что я не вижу ничего. Ночью кинут рекламку и удалят ее. А я это все вижу. И потом они вылетают и обижаются. А что такое? А что случилось? А почему меня удалили из группы? Потом вот в комментариях там внизу почитайте. Они пишут. Я такой хороший, славный. А меня выгнали из группы, в которую изначально приглашали. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем вступать в эту группу. Видите, чуть-чуть отъехал, прилетел заказ академический. А вот я ехал как раз таки в ту сторону. И вот на академическую прилетел. Все, рулим дальше. А все недовольные, можете он там в комментариях высказать свое мнение. Что вы обо мне думаете? Что там? Похоже, что братья наши китайские поедут. Надо на мордник одевать. Здравствуйте. Добрый день. Иди, я к Таула. Не хочу ничего не было. Почему? Не хочу, что я не хочу. Мы просим, что я не хочу. До свидания. До свидания. Естественно, вопрос, зачем я надел маску? Нет, я их не боюсь. Я делаю это для них. Мне кажется, им так спокойнее. Потому что они всегда в масках. О, все даже. А еще я заметил, что они любят именно круглые такие очки. Ну, не круглые, а овальные. Ну, большие именно имеют. И мне кажется, они их носят просто так. Не для зрения. Мне кажется, там простые стекла. И они, ну, типа для красоты, что ли, значит. Вот в таком интересном месте я оказался. Там даже железная дорога есть. А, ну, там Харьковская. Все, стоим, ждем. Какая-то передышка. И это хорошо. Меня это радует. Вы знаете, что-то вы там есть. Возить все подряд. Немножко голова разгружается. Ты постоянно не думаешь. Этот брать, этот не брать. А куда он ведет. А сколько по времени он едет. А на выключенном подвинуться в зону. А может быть в Кэфчик передвинуться. Может быть там выгоднее будет. А тут тупо принять, поехали. Принять, поехали. Но единственное, что я все-таки обращаю внимание, откуда приходят заказы. Потому что есть места, где ставят отметки, где нельзя подбирать людей, останавливаться. Ты приезжаешь еще, бывает, и никого нету. Это вдвойне нельзя. Таких мест немного. Это вокзал. Это возле галереи на проспекте Победителей. Потом на Советской, где нельзя останавливаться. Камера висит на остановку. Сейчас повесили еще на остановке Каменная горка. Камеру тоже на остановку там нельзя останавливаться. То есть их по пальцам можно сосчитать. Ну вот эти вот заказы я стараюсь отмахиваться. Почему, собственно, казалось бы, да, позвонил, сказал, перейдите туда. Я пробовал так делать. Например, отметка стоит возле входа на вокзал. Где у нас тут вокзал? Сейчас я найду. Вот, например, очень часто ставят отметку вот здесь. Здесь останавливаться нельзя. Есть парковка для такси, казалось бы. Но у меня машина не обклеенная. Соответственно, я туда не могу заезжать, потому что у меня нет оклейки. Как я должен доказывать, что я такси? А там четко висит запрещен въезд, кроме такси. Так, 32, цирк. Второй вариант посадки это возле Галилео. Вот здесь вот. Но это же отсюда нужно пройти. Человеку с чемоданами, там я не знаю с чем. Да просто без чемоданов пройти. И начинается. А почему? А здесь остановка. А здесь можно. Просто я не вижу смысла дальше вести этого человека. Чтобы этот негатив не получать каждый день, я просто начал не возить. Жители города, осторожно, еще не хватит. Доброты, это Маугли, ведь твоя улыбка может эти джунгли спасти. А вот это минутка юмора. Перекрыто. Перекрыли Купаловскую, мост там ремонтируют, по-моему. Теперь в городе какие-то заторы, особенно в центре. Мне кажется, из-за этого. Где заказ? Заказ хочу. Куда к нам теперь поехать? Я думаю, сейчас на Киселево сверну. Ну, естественно, если не прилетит заказик куда-нибудь. И где-нибудь на Киселево пристроюсь. О! Э-э-э, так не честно, а? Заказ отменен. В зале отменили. Затем закалывали. У меня палец не поднимается. Принять это, ну как такое можно? И вот надо было и сегодня именно этому заказу прилететь. А поедем мы. А хер его знает куда мы. 16, 11, 10. Вот эти серые полосочки, это самые отвратительные заказы, какие могут быть. Со сниженной ценой. Какого хрена он со сниженной ценой? Ну ладно, договаривались принимать все, значит принимаем. Что поделаешь? У меня уже в мыслях, чтобы там неадекват какой-нибудь был. И я его никуда не повез. Вот это будет выгодней. Добрый день. Окно прикрыть вам? Не буду. Давай. Если будет дуть, скажите. Чуть-чуть дуть, сейчас я просто. Не, я просто могу закрыть. Вы сами заказывали или вам заказали? Вам заказали? Да. Хотел спросить, как заказывали. Тогда уже неактуально. Для тех, кто не знает, вот эти вот заказы, которые приходят, серенькая полосочка, обычно зеленая либо фиолетовая, это заказы со сниженной стоимостью. То есть они меньше, чем могли бы быть по зеленой. Я правда не знаю на сколько. Может быть на рубль, может быть на 50 копеек. И насколько мне рассказывали, такие ситуации возникают в приложении пассажира внезапно. Он внезапно предлагает, а можете поехать по сниженной стоимости. И все. От чего оно там происходит, непонятно. Какая выгода водителю с этого? Ну, якобы ты попадаешь в зону повышенного спроса. Ну, допустим, вот сейчас мы и приехали. Ну, плюс два. Ну, как бы зона повышенного спроса. А мог к этому времени уже ков потухнуть. Повезли бы мы зеленый заказ. Прикол в том, что по цепочке мне прилетал другой заказ. Ну, почему-то его отменили. Блин, не хочет работать эта история. Что у них там не работает, не знаю. Короче, он в большое стикливо. То есть мы должны были попасть еще в большую клаку. Но почему-то они отменили, передумали. Ну и ладно, едем дальше. А попадем мы... А, на Серебрянку куда-то. Все, погнали дальше. Вот. А это всеми любимая ангарочка. Ну, улица эта Герасименко. Район Ангарская, наверное, считается. Кто-то приехал. Это сейчас вот авария была. Светофор не работал на пешеходном переходе. Ну, весь поток вот так вот остановился. И кто-то кого-то догнал. С одной стороны, вроде как доброе дело. Правильное дело. Остановились, пропустили пешехода. А с другой стороны, как-то некрасиво получилось. Кто-то невнимательный был. Кто-то дистанции не держал. Кто-то резко затормозил. Да и получилось, что одна машинка въехала в другую. Да, такое случается. Здравствуйте. Здравствуйте. На Хмельницкого? Да. Да, ко мне. Что-то вы так неуверенно. Что? Неуверенно, как-то так спрашивали. А, ну просто у вас машина не отклеена. Не отклеена просто. Ну да, сейчас, как правило, всем клею это. Все, приехали. Спасибо. До свидания. Смотрите, где оказался. О, там раньше кони паслись. А сейчас они где? Короче, это ротомка. Откуда меня занесло. Это был следующий заказ. Не знаете что? Хочу лесок найти. Пометить территорию. Заборы, заборы. Может, где тут лесочек какой-нибудь? Может, вот этот? А там дома? А как туда пройти? А непонятно. А, нифига. Блин, везде заборы. О, может, туда пройти можно? Надо. Организм требует. Ладно, все, конечно, хорошо. Но нам нужен заказ. А, вон, есть лошадка одна. Только почему-то одна. Раньше такой мини-табун, что ли, бегал. Пилю ее в сторону города. Не знаю, прилетит что-нибудь, не прилетит. Хотя отсюда вроде как заказы прилетают частенько. Давайте чуть дальше проеду и постою. Заказ прилетел. И прилетел К+, и поедем в центр. Такси еще и без фары. Прикол. Короче, я уже собирался в город ехать. Минут 10 я, наверное, простоял. И внезапно прилетел этот заказик. Очень радостно. Я надеюсь, никто его не отменит. Поехали. И подача 2,5 километра. В глуби Тарасова. Слушайте, приближаемся мы к отметке уже. Вот 102 рубля. Ну, как бы еще один заказ. Я так подозреваю, будет ровно та сумма, которую я вчера накатал. По километражу один к двум. Расход меньше. Времени мы потратили меньше. Блин, странно. Сейчас я завершу, посчитаю и скажу вам все. Ну, а в городе вот кэфчик светится. Сейчас вот заказ прилетел на плюс 4. Добрый день. Вам куда нужно? Добрый день. Тогда, наверное, на 600-й сторон. Так, сюда могу на парковку зайти. Да, как вам удобнее. Это мы платили с другой стороны приемли, да? Ну, да, сейчас мы не так давно весь парковку сделали. Редко тут бывает. Не могу сообразить, как. Вот, получается, вход. Сейчас вход? Ну, вот, посерединке. А, ну, короче. А, вон, ступеньки. Сейчас все хорошо, не ало. Показов, то есть на 5 меньше, чем вчера. Километраж, ну, я бы сказал, одинаковый. 229, здесь у нас 225. Расход меньше. Там был 8,6. Здесь у нас 7,1. Сейчас я посчитаю, что мы потратили по бензу. Значит, у нас получается 15 литров бензина, 16 почти. 31 рубль получился. А там было 39, по-моему, так. И от этой суммы отнимем 107. Ну, вот, получается, на 5 рублей мы больше заработали. 75. Я приятно удивлен, на самом деле. Я не ожидал, что такой результат получится. Ну, как бы это не одним днем проверяется. А, и по времени у нас меньше. На 3 часа. Сейчас, смотрите, 3,05. А вчера я закончил день в 6, что-то там 20, что-то такое. То есть на 3 часа меньше мы даже поработали. Выходит, что, все подряд нужно возить. Либо, может быть, сегодня день просто такой. Потому что вчера, ну, очень вяло, заказы летели. В общем, итог вы видели. Решение в любом случае принимать вам. Как работать, все возить, не все возить. Либо, как я там выделываться, то вожу, то не вожу. Если выпуски такого плана понравились, ну, когда я вожу все подряд. Там, я не знаю, в дебри какие-то меня заносят. Если такое нравится, можете написать в комментариях. Буду чаще так возить все подряд, грубо говоря. На этом я завершаю. Вопросы, пожелания опять-таки в комментариях. Все, всем удачи. Пока. Ну, а я немножко поработаю еще. У меня еще, ну, три часа есть до пробочек, покатаюсь.